Ирина Иванова 20 лет проработала парикмахером, а в этом году решила обучать искусству стрижек и макияжа других. Открыла свою школу и зарегистрировалась как самозанятая. Признается, этот статус дает много бонусов в виде господдержек. Ее проект стал победителем первого регионального розыгрыша бизнес-кейсов. Как бы я ни обучалась, я обучалась, честно говоря, и как самой вести аккаунты, СММ и все такое, потому что хочется самой узнать это направление изнутри, мне все равно не хватает этих знаний. Здесь будет поддержка социальных сетей, здесь будут фотосессии, насколько я поняла. Здесь помощь юридическая в составлении бизнес-плана корректного, правильного. Каждый месяц на сайте «Мой бизнес» проводится розыгрыш бизнес-кейса в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Выигравший его предприниматель получает пакеты с девяти бизнес-услуг. К примеру, оформление деловой страницы в соцсетях, составление плана развития, юридическое сопровождение. Мы в сентябре запустили этот проект, он достаточно пользуется популярностью, очень много заявок мы получили. И вот первые подводили итоги в начале октября. Он является стартовым пакетом, помощником, самозанятым и начинающим предпринимателем. За последние десять месяцев в Самарской области в качестве самозанятых зарегистрировались более 30 тысяч человек. Это люди, которые занимаются перевозками и доставкой, мастера красоты, репетиторы и те, кто продает товары, созданные своими руками. Кондитеры, пекари, рукодельницы. В какой-то момент я поняла, что не хочу уже работать где-то еще, то есть хочу, чтобы творчество стало моей основной работой. Так появилась мастерская и, собственно, сейчас я провожу мастер-классы для взрослых, для детей и занимаюсь производством изделий из войлока. Для самозанятых в России действуют самые низкие налоги на доход – от 4 до 6%. Кроме того, с июля данную категорию приравняли к малому и среднему предпринимательству, и они также могут рассчитывать на государственную поддержку – юридическую, образовательную, финансовую. Запускаются и региональные меры. Например, с 2021 года самозанятым будут доступны микрозаймы до 1 миллиона рублей через гарантийный фонд Самарской области. Мульфия Сафина, Николай Епифанов. События.